Межрайонная инспекция России номер один по Приморскому краю проводит декларационную кампанию. Фокина акция прошла в минувший вторник в торговом центре «Меридиан». Жителям города на месте предлагалось узнать об имеющихся у них задолженностях по налогам, способе подачи декларации, а также предоставлялась возможность сразу подать декларацию. Декларационную кампанию налоговая инспекция проводит с целью информирования граждан об обязанности подать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ в срок до 30 апреля. Предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2019 год обязаны следующие категории налогоплательщиков. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Физические лица, получившие доход от сдачи в наем, в аренду, квартиры, дома, комнаты, автомобиля, гаража, участка земли и другого имущества. Физические лица, получившие доходы от продажи жилья, транспортных средств и другого имущества, которое находилось в собственности менее пяти лет. Физические лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг. Физические лица, получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других азартных игр, исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 тысяч рублей. Физические лица, получившие доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских или смежных прав. Физические лица, получившие вознаграждение от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами по договорам гражданско-правового характера. И другие физические лица, указанные в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации. После подачи декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля. В случае возникновения вопросов, а также для подачи декларации, ведется прием граждан каждый второй и четвертый четверг месяца по адресу Центральная 2, кабинет 101. Не уплативших налог, но своевременно, которые люди не уплатили налог, то есть, соответственно, растет пеня сейчас, на данный момент пеня. Растет каждый день на непогашенную сумму задолженности. Сумма задолженности, то есть, если человек гасит, то, соответственно, пеня прекращает расти. Если человек игнорирует, то есть, направляются требования по определенным периодам, если человек игнорирует, данные сведения передаются судебным приставам. Судебные пристава уже ограничивают, то есть, блокируют карты получателей, то есть, заработная плата, это не имеет значения никакого для судебных приставов. И по итогу, если большая сумма задолженности, они накладывают, конечно, ограничения на выезд за границу. Декларацию можно подать в бумажном виде или в электронной форме. Телефон контакт Центра ФНС России 8 800 222 22 22.